В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня старший инспектор информационного центра УМВД России Паризанской области Анастасия Батайкина. Здравствуйте, Анастасия! Расскажите, пожалуйста, какие услуги оказывает информационный центр? Информационный центр УМВД России Паризанской области предоставляет население следующие государственные услуги. Выдача справок о несудимости, проставление о постели, выдача справок о реабилитации и выдача архивных справок. Скажите, пожалуйста, какая услуга является, может быть, наиболее востребованной у рязанцев? Самой востребованной является справка о несудимости. Получить ее может любой желающий. Чаще всего она востребована для предоставления ее по месту государственной службы детских садов, либо школы, либо и другие муниципальные ведомства, учреждения. Как происходит процесс подачи заявления? Как предоставляется вообще услуга? Заявление можно подать в приемную граждан, расположенную в УВД России Паризанской области на площади Мичурина по адресу улицы Веденская, дом 106, в будние дни с 9 до 18.00, с перерывом на обед, с час до двух, а также в субботу с 9 до часу. В том числе можно подать в любом отделе полиции, либо в многофункциональном центре, расположенном на территории города Рязани и Рязанской области, а также в электронном виде на портале государственных услуг. Эти услуги платные или бесплатные? Справка о несудимости предоставляется бесплатно. Срок исполнения до 30 дней. Однако, срок может меняться в зависимости от объема поступивших заявлений. Как правило, это до двух недель. Но в том случае, если гражданин ранее проживал на территории регионов РФ, то при направлении запроса в другие субъекты необходимо дождаться ответа, в том числе, если человек привлекался к уголовной ответственности. У вас еще в информационном центре есть некий портал. Что это за портал? Расскажите. Если гражданин желает получить справку о несудимости быстрее, то ему необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг. Срок исполнения у нас до 7 дней. Гражданам для регистрации необходимы следующие документы. СНИЛС, пенсионное страховое свидетельство, паспорт гражданина Российской Федерации, либо иного гражданина, и мобильный телефон, либо адрес электронной почты, на который необходимо будет получить код активации. Набирайте в интернете портал государственных услуг, номинование государственной услуги, регистрируйтесь, заполняйте необходимые установочные данные, и вы являетесь пользователем портала государственных услуг. Анастасия, расскажите, как можно зарегистрироваться на портале госуслуг? Для регистрации гражданина необходимы следующие документы. СНИЛС, пенсионное страховое свидетельство, паспорт и адрес электронной почты, либо номер мобильного телефона с целью получения кода активации. Гражданин заходит на портал государственных услуг, заполняет все установочные данные, вводит необходимые реквизиты документов и регистрируется, является пользователем портала государственных услуг. Настя, расскажите, для чего нужен такой портал и может быть преимущество его использования? На портал гражданин регистрируется один раз, для него скрываются все используемые ведомства и министерства. Это необходимо для записи детские сады, школы, иных учреждений с целью получения заграниченного паспорта, паспорта гражданина Российской Федерации, регистрация, либо замена водительского удостоверения, регистрация автомобиля и прочая адресно-справочная информация. Преимущество использования портала? То, что гражданин находится дома, в удобное для него время и месть он может подать заявление. Какие ошибки допускают рязанцы при регистрации на портале госуслуг? Как правило, это отсутствие сведения об изменении установочных данных, то есть имевшейся ранее фамилии, имя, либо отчество, в том числе и девичья. Отсутствие указаний регионов, ранее проживавших на территории Российской Федерации, либо он проходил службу в армии. И в том числе при регистрации и оформлении заявления гражданин не прикрепляет фотографию паспорта, который можно легко сделать с помощью мобильного телефона, либо сканировать и загрузить в портал государственных услуг. Как правило, лицо предоставляет фотографии из личного архива. Вот сколько готова справка будет храниться в информационном центре? Справка будет находиться в управлении до трех месяцев с момента регистрации заявления. Может работодатель подать заявление на справку о несудимости? Да, рекламе-то предусмотрено коллективное обращение. Если человек уже является государственным служащим, например, учителем, либо воспитателем, то работодатель обязан коллективно предоставить запрос на проверку о несудимости. И с этой целью он прикладывает только приказ о трудоустройстве на работу, либо заявление. То есть в нашем случае практика показала, что в августе этого года, к первому сентябрю, достаточно большое количество переводившихся учителей, либо воспитателей, самостоятельно, не зная о том, что услуга выполняется до 30 дней, написали заявление. В связи с этим срок исполнения продлился до 30 дней. Хотя ранее у нас практика показывала, что сроки исполнения были до двух недель. Как гражданин узнает о готовности такой справки? Гражданин уведомляется с помощью смс-оповещения, которое он указывает при написании заявления. Конечно же, если он хочет получить данное повещение, либо если он подает заявление на портале государственных услуг, ему направляется уведомление на адрес электронной почты. В том числе он может увидеть данное уведомление в личном кабинете портала государственных услуг. А может ли гражданин получить такую справку по почте? Нет, к сожалению, не может. Предусмотрено, что гражданин сам приходит, получает справку, либо лицо, которое получает по доверенности, так как он расписан в соответствующих документах. Вот могу ли я подать заявление и получить справку, допустим, о судимости моего родственника, либо знакомого? Да, конечно. В отношении родственника, либо знакомого, вы можете получить, если у вас имеется нотариально заверенная доверенность. Работая в другом городе, обязательно ли ехать в город Рязань для подачи заявления? Нет, не обязательно. Где бы ни находился гражданин на территории Российской Федерации, он имеет право обратиться в любое отделение полиции, либо любой МФЦ на территории Российской Федерации, а в том числе подать в электронном виде на портале государственных услуг. Какой перечень документов необходим для получения справки? При написании заявлений необходимо предоставить следующие документы. Для граждан РФ – паспорт гражданин РФ, для иностранных граждан – документ, удостоверяющий личность. При написании заявлений по доверенности, соответствующий документ, доверенность на территории заверенной. Для законного представителя при подаче заявления на несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 18 лет, соответствующий документ, удостоверяющий личность и подтверждающий факт расстройства, либо факт усыновления и удочерения. При подаче опекуном попечителю документ, подтверждающий факт опекунства и попечительства. Расскажите, пожалуйста, о следующей госуслуге – проставление апостиля. Заявление о проставлении апостиля подавляется также в электронном виде, либо наручных приемных граждан УВД по Рязанской области. Данная процедура проставляется на документах, которые выдаются в органах внутренних дел. Соответственно, это справки о несудимости, архивные справки, либо справки о реабилитации. Какой срок предоставления услуги и где можно оплатить государственную пошлину? Срок рассмотрения до 5 рабочих дней. Государственная услуга является платной. Государственная пошлина составляет 2500 рублей. Государственную пошлину можно оплатить в любом отделении Сбербанка. Реквизиты выдаются нашими сотрудниками, либо реквизиты можно посмотреть на официальном сайте нашего управления – 62мвд.ру. Какие документы, находящиеся в архивном хранении, предоставляет управление МВД? Предоставляются следующие документы, которые находятся на архивном хранении. Это сведения о службе на работе в органах внутренних дел, о наградах, о заработной плате, либо иных архивных выписок и документов в приказах о назначении увольнения, присвоении специальных званий. Анастасия, расскажите, пожалуйста, еще как можно получить справку о реабилитации? Справка о реабилитации из жертв политических репрессий предоставляется лицам, которые по политическим мотивам были подвергнуты в административном порядке ссылки, высылке, либо направлении спецпоселения. Детям, находящимся вместе с репрессированными по политическим мотивам родителям, и лицам их заменяющим, детям, оставшимся в несовершеннолетнем возрасте, без попечения родителей, либо в отношении одного из них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам. Спасибо вам за беседу. Телезрители напоминают, что в гостях у нас сегодня была старшая инспектора информационного центра МВД России Паризанской области. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин